Субтитры подогнал «Симон» 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 познали это жизнь, какие были строи, потому что культура является нашей важнейшей Мы должны помнить о наших праздках, о том, что нас отрасляло, потому что это наша большая важность. Как мы говорим о этих вещах нам очень близких, что я, прошу мне верить, запомнила эту лекцию на целое моё жизнь. Могил о гваре, что нужно ее пилигировать в доме. Не можно ее встыдить, но особенно говорил о разных витворах культуры людовой. Притачал назву и приитачал, то есть мы говорим о десыгнат, а ведь предмет. Могил о старых строях, чтобы, бро пани Боже, этого не ромба, если будет что-то старшее, как коло в ротек, который уже выходил из ужжения, или другие нарзания, чтобы этого не знижить, а ракцией отдачь, неизвыклым популяризатorem ведзи, такой кижонкой, такой специально вытраженной доской, чтобы можно было пройти. Карвансать, например, карвансать. Мы были бы сдумены, что он так хорошо говорит по-гурнењску. Карвансать означает, и значит в гваре гурнењске, о чём Котулла хорошо знал, так в способ трудный спеть ночью, чувствуешь, или сподзеваешься, что кто-то нас будет зараз будить. То есть карвансание, и Котулла говорил, что часто господарцы так карвансали, чекаясь на поруд в стайни, бо крова си целила. И как он это рассказывал, то для нас был тот свет, который нам был очень близкий, который нам себя выдавал такой мало аттракционный. Наглэ этот свет отримал свои незвыкые барвы. В 1929 году Францисек Котулла сдај экзамен в Куратриум в Решеве и стал скерованы на роцный Высший Курс Научыческий в Торунио. По его укоњчению врёцић в родинные страны и тратић до школы в Тычыне. По двух летах, в 1932 р. Застај пренесениј до школы им. Адама Миккевича в Решеве. Там споткајся з маым музеум школным. Интересовал га этот темат тем более, что сам посидај не мау коллекциј предметов, которые позискај от мешкајцов Глогова, Тычына, Решева, але гуўне мешкајцов околичных вси. В 1939 р., гды Немцы зайјли Решев, Францисек Котулла старајся хронить речи, которые громадзиј в музеум. Не было то латве, потому что в первых дниах врешня опустиј Решев. Врјциј доперју позијј. Не вјдзеј, что стане. Зобачјј, что дрјви до музеума са выламаны, что пара експонатов зникнело. Але удало ему себя забезпечить позиставе. Еднак не на дуго. Отуж Немцы опрошнијали школу, которой до той пор Котулла учил. Хчели сделать з неј шпитал војсковый. В связку з тим, всјске експонаты зачето выносить на улице. Бојто невјтливе в року 1940, може на вјснј, правдоподобно. Прибег до мне Ласота, терцян зе школы им. Миккевича, че он отримај полецене, аби в цягу 48 годин пренесј збиоры музеалны. Пошедјј до Гера, поведзејј му о том и стајо си кој, че не сподзевајј. Зазвыцай так спокојны подервајјся, удашј пињстями в биурко и з пасјј выдусиј себе свињство. Осказало се, че једене волне помешњене, але тејс бадзо зле, до тег стопня, что не было на него рефлејтанта, знајдуј се в будинку номер 8 при старим ринку, бадзо блиско ратуша. Было то бадзо знишчоне, по жыдоске мешкане. Пријајј. Че ж мяћм зробијј? Дејзјјта ўказајся бајць зламјјна. Хоќ на скутек działaјј војнных зменијјся номер будинку, то утворене вовчас прескотуле музеум дзеја до дзијј, в тим самым месту. А умејтне дзејјај в тим трудным окресе позвалијј зајвај експонаты и згромадзона архијвалија в ненарушоном стане. Безпојдно по отриманіју каменици русијј ремонт. Пријлны идеј музеум был также новы комисарж Решова, Albert Павлу. Як вспомија Котулла, в својх записках з тамтего окресу удајо му се преконајј и Гера и Павлу, что экспонаты, которые громадзи и приписаны им звичайно немецко брзмијај доводзој гермајскего походзения мешкајцов этих земј. Павлу не только позволял Котулі ремонтовать отриману каменнице, а также удзелајј на тен цел кредитов, а навет delegувај Жыдов з гетта до помоци. Котулла в миаре в можливости старајся им помагај. Лосом Жыдов был пријјт на тиле, что скрупулатни документувај все то, кое дотицијо их историј, а также задбај о память о них в окресе повојенном. Цаа популяция Жыдов зника з Решова зараз по войне. Гетто розвалоноје застаје в борзе Глоговском. Две могилы з Биорова, прежде всего стракени, особи старые, хори, дети. Кобицы Жыдовки. Понад пять тысяч людей. Двух урженников војвудской Рады Народовой хотят зацедувај, чтобы эти две могилы сплантовать и зацедувај шлаг по бытности Жыдов в Решове. Были на тиле мощни урзэндово, что имели душе шансе, чтобы это дошло до скрупулата. Ојцы се о тим доведјај. Ну, очевидно, во Решове трудно было не доведјаћ. Не был партијним, не был в той линии политичной одновременно. И наглядь, кое си дејје? Пријжджа потешна група роботникув и доведјајте две могилы збилове до вспанајего выгляду. Мује овспанајего. Остали отосены шлупками бетоновыми и между ними шлупками бетоновыми стој руры металове, кое и так потом хлопи разобрали на брамки, но на Плаку Волности мешкаја жидовска родина. И таке подејрение, че часом ојчец, видзјц, кака си нејправој може споткај, не сконтрактувај се с та цјрком тега, својго колеги, а втеде выстарцијо, что святу дадј јден телефон и по забаве. Добно? Ну, бо, кое си напиесао, одменијо им се? Којс мујајо бејјо бејјо, че не допућијо, а навејо, а навејо упшотнујо порјдно те гробы. Котулла мимо подјтејо ризыка, не вахајо јднајо прекојцијо јднајо 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 јднајо. AP р Garн's Die Zarнејајо пр�ччјо јднајо з owеа Ѡднајо ризыкјо меAdо јднајо, војошо дајо з наотαјцеријо и полежnого А. Решов. Џ раз капитаном Йούјцефем Кр rootојме, офицером вывиṣіта војсково А к в Решове. Їќојасјо pieceм, десоо им им nouјцијо ујо даљо бијоши. не бачни услышать, где-то подчас obecности Немцов, а то дот. инвестирования полков, а то эвентуальне людей, которые коллаборировали с Немцами, эти информации позволили выводу иметь легкий взгляд на ситуацию в Решеве и в целом обводе и инспекторате. Укрыл также в пиццах музея какие-то пачки, достичные ему через армию краевую. Укрыл книги, операт map катastralных. Цекала история вяжет się też с планом Видемана, видокем przestрянным Решеве с 1762. План преховывали в Ратуссу, а ту же перед выбухом II wojны святовой преслед он грунтовую консервацию в Лвове. За взглядом на учет Видемана, немецкого архитекта, в плановании przestряни мейской Решеве, nazистам залашало на вывезене этого безценного забытку до Берлина. Был то единственный забыток в Решеве, призначенный до вывезения в гумб Третьей Реши. Оказало się jednak, że planов в Решеве уже не было. През войну, уже не помню dokładнее часу, отвези меня в биуре в магистрате доктор Збигнєв Хорнунг. Ващене отвези законсервованный план, але отвезиwszy меня в архивум раз с планом, Решеве. 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 Глоба, Решеве. 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 Прежде всего, что я забыли документы, привезли до Глобова, до ойца. Там я перехала в ответной скрытке, а было где, поскольку господство ойца складывалося из различных домов. Закончение хитлерской окупации вязало себя с следующим загрожением. Наскрытая из-за висхода армия червона поводовала спустоснение в среду, чего не знисчил хитлерский окупант. Целем Советов стали прежде всего дворы и посадки шлacheцкие, а также и все то, что вязалося с их культурой. От самого сепня 1944 года, когда те терены были заняты через армию червоную, Францисzek Котулла сдавал себе праву, что нужно ратовать szczególнее выпосажения дворов землянских. Удано ему удалось из-за воеводства о том, что нужно для музея решевского экспонаты. Co więcej, послугивал себя двуязычным заświadcением. Одним языком польским, другим языком росыським, ponieważ в околике стаконировало очень много русских жоуниевых. В Речпосполите с 15, а может 16 пащернока 1944 года «Прицем что выполнение реформы ромной 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 пресс-пешене, что нужно быть запровождено надпись». Один разум разум как грозит это за битком стуки и культуры сгромадзом подвора. Кто был доступ по выезду власть, то рюкался и шабрался в том, что муху. Влады так воеводские, как и старостининские, Мой апель Достали уповажнение на выезд До двору И забрания стампом Речи, бы я зложить В музеум мейском Если я ехал до двору То такого, где сподзевал Снайдеться ценнейшие предметы Акцией свою Объялось в целых дворах В Рудной Велкой, Тщани Новой Вси Чудеской Бабицы и Заłęжу И конец А где решта? Продвоенное музеум Towарзиства Regionalного Земи Решовской За часом войны Стало себя штат-музеум То есть музеум мейским По вызволению Утримало оно свой status А сам Францисек Котуля Застал вырожненный В 1946 году Золотым Крыжем Заслуг За оцеление Зборах музеальных Музеум мейске В 1951 году Застало przekształcone В Музеум окрэгове в Решове В этом будинку Франциска функционала Музеум в окрасе окупации И поздней По 1945 году Како Музеум Миаста Решова Прежде всего Экспонували Збиоры этнографичные Зародно в закрасе Строю лодового Музеум окрэгове в Решове Объекты, которые были Музеум окрэгове в Терене Notовал, фотографовал, а навет Нагрывал на тасьм магнетофонове Взстко то, кое-классно в зборотне гиномо-клтуре и на какие-то автобусы, на поциг и в силу дал. Тут Ресовья играет, тут Стал играет, а мне по этих гурках, о, на Бога, мне не было. Упал, как пионы, ясно. Аааа, не было миуси. Можем за ним носить, потом как магнетофон, еще не было, что права, такой reporterский, но, но всегда, не? Дуже, тяжелый, тяжелый аппарат, экзактный. Ну и он сейчас ничего не сделал. У него, когда человек сказал, что есть такая каплика, а это недалеко за этой гуркой. Оказалось, что за этой гуркой есть 7 или 8 километров. У него нет никакой разницы, никакого проблем не было. И так до вечера. Понадто вciąż реализовал себя как дидактык, организовывая этнографические обозы научно-бадавшие для молодежи из разных регионов Польши. Возвращаясь со своими подопечными через 2-3 тыгодни ездил по околичных местах, документующих folклор. З pasją и велким заангажеванием проводил badания тереновые. Дяки цехам особовости, таким как безпосредственность, энергия, почувствие humorу, а также знакомость wiejskей etykiety и mentalности mieszкаńców в си, Латво навязывал контакты со своими rozmовцами. Францисzek Котулла до поздних лет работал в музеум окреговом в Решеве. В 1970 году он отсюда на эмеритуре. Тогда он использовал большим количеством часов, который признался в губной мере на писание книжек, на опрасывание этих всех личных материалов, которые через целое своё жизнь он изгромадил. В этих временах он имел также большую возможность приезжать до Глогова, своего родственного миастка так далеко от Решеве. В летах 70-х убеглего века он корреспондовал со своим кремлем от стороны матки, Станиславом Лисчем, который уродил себя в Глогове и в детстве вместе с родицами выемигровал до США. Дороги Стасску, не писем до тебя из английского «Станлей», но целиком по-полску «Стасску». Так у нас говорится и баста. Мой Боже, вспоминам людей, которые своего часа ходили в «Глории», о которых говорили, «кланировалися им, выносили под небеса». А сегодня люди даже не знают, что таки в уголе исцели. Весь что? Выслаем тебе свою новую книжку именно о Глогове. Носи титул «Миастетко». «Познашь свои родственные гниазды от środка». Это что-то zupełnie иного, а не жели Америка. Подобно написали о Решеве, но три мне выдаются. «Мужко». «Често езжем до Глогова, до родинного дома. Мешка в нем самотне сиостра Хелена, а в поближу дво брати и сиостра. Так же спотекают się с ними. Выйдай мне, что час не бегнет, а стоим в месте. А отокение нашего дома в Глогове И это не только в родственном, но и в родственном доме, где мне знакомо работаю. Поврacał до Глогова, до своего родственного миста. Како межчезна в сэндзивем веку, в доме на пиаску, писал книжки. Вспоминал о найближших, теснил до тех, которые подошли. Отец Францисек, он лгнул, он лгнул до Глогова. Миастерство он досконально знал, досконально знал. Жил в этом свете. Потом до конца своего жизни, не был на Глогове. Знал там этих людей, потыкал się, коллегов. Тен сентябр, до этого дома родственного, до того и так далее. В этих часах повстала книжка «Миастечко», как материал вспоминений, потому что Францисек Котулла хотел уветрить миасто, которым он уродил и который еще поменял, а который весь час изменил свои облицы. Видим выразно, что отживаю его вспоминения. Францисек Котулла написал «Миастечко», а потом написал вторую книжку вспоминений, «Тамтен Рзешов», который есть более славный, потому что она привела до большого округа отборцов. Но первые его вспоминения jednak связаны с Глоговым Маупольским. Люди в подошлым веке, «Поразмавляем сообще с дзиадусем Лисшем Станиславем, который был чарующим человеком». «Вспоминки настроили мне ревне, но не смутно». Гминам Глогов Маупольский Гмина Глогов Маупольский производит учебные службы Дом Родинного Примаа, когда наконец-то в доме Родинного Примаа Котули и строить там музеум. Уважно его памяти. Уже Аль США Котулио, внук и спадкоберца Родинного Примаа, заказал гминам пиратные документы находящиеся в опущенных родинном доме. «Документы позволяют прятать новые светлые на действия Франциска Котули, потому что они показывают его через призмат его личностей. Францисек Котули – это невероятно отличная страсть, жительница Глогова, который самым своим жизнью удовольствовал, как важно есть место, из которого выходит. Здесь, в Глогове, Францисек Котули уродился. Здесь был родины, здесь был прийти, здесь была его пригода с творчеством. Сегодня о Франциске Котули очень много говорится. Прежде всего, он знал через свои книги, которые он писал, через свою деятельность, которую он проводил. Вспомнительные жители, старые, но также молодые, через свою деятельность, которую мы проводим, очень многое о Франциске Котули доведуются и, как бы, открывают эту статью на ново. На ново доведуются, как много этот человек сделал и как важную статью был для жителей всей земли решовской. Можно сказать, что Францисек Котули это обыватель Глогова и обыватель Решова. Под конец своего życia ускаржал себя на хоробе, которая утруднила ему писание. Хоть писание на машине сталося coraz bardziej уciяжливе, честь писания вспомнений была сильнейшая. Кохаł то, что робил. Праковал, аж до смерти. Цел свое жизнь пощенчал культуре людовой, вейской, этой, правдивой, которой мы не находимся уже на polskей власти. Человек допути живет, допути живет, допути живет те, которые его знали. Хаба, что оставит по себе что-то сильнейшее от смерти. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok